Власть меняется, методы работы остаются прежними. На неделе журналистов позвали на пресс-тур по обработке тротуаров противогололедной смесью. Пресс-тур это когда чиновники сильно готовятся и на камеры показывают, насколько они мудрые. То есть не наоборот, когда журналисты видят что-то немудрое и зовут на место чиновников. Так просто, без подготовки, это же их работа. Смотрите сегодня. Нужно поработать, а не издать ли указ о Дедах Морозах. В Кирове новогодние утренники регламентировали, родители озадачены. Гори все синим пламенем, работы над сохранением исторического наследия не будет. Думы о брендах урюпинский специалист рекомендовал кировчанам крепко подумать, прежде чем замахиваться на брендирование города. Хичкок бы позавидовал, городской пруд покрылся птицами, орнитологи бьют тревогу. Это «Точка зрения», авторский взгляд на события «Семидневки» в студии Владислав Крысов. Здравствуйте. Родители кировских дошколят на этой неделе запереживали за Деда Мороза и Снегурочку. В чем только не провинились эти персонажи перед городскими чиновниками. Они и с инфекцией в садик приходят, и в тюрьмах чалятся, а еще незаконно обогащаются. Подготовка к невинному, неполитическому для многих празднику оказалась под угрозой. Это в конце ноября, когда все морозы, фотографы, операторы уже расписаны до конца рождественских праздников. В департаменте образования города заявили, ситуация обострилась до предела. Рано или поздно нужно было менять все. Так рано или поздно есть точка зрения. Согласование департамента образования. Так, а почему только согласование? Нам не велено общаться на камеру. Не велено общаться по поводу нового года или вообще? Нет, почему по поводу? Так сейчас реагирует в Кировских детских садах на вопрос о новогодних утренниках. А все потому, что из департамента образования пришел указ, если коротко в нем регламентируется работа в помещении детского сада всех не детсадовских персонажей – Дедов Морозов, Снегурочек, фотографов и операторов. Все Деды Морозы уже давным-давно знают, если честно, потому как мы об этом уже говорим-то. Я не знаю, почему это в этом году вот так всколыхнулось, потому что вот этот, ну, как бы навести порядок-то надо было уже давно, потому что люди приходят, ну, мы не знаем, что у них за болезни, да, мы не знаем, кто они такие по жизни, может, у него там три убийства за душой, он сейчас бороду надел, его никто не узнает. Поэтому порядок рано или поздно наводить надо было. Вопрос именно в том, рано или поздно нужно было рано, а сделали поздно. Если бы революция в детских утренниках началась в августе или сентябре, до новогоднего аврала успели бы все, кто хотел. Ведь даже садики должны сейчас успеть нести изменения в свои уставы, а Дедушке Морозу взять справку о несудимости и состоянии здоровья. Тем, кто не успел, альтернатива одна – одеть седую бороду, нянечке или воспитателю. Вот только далеко не все родители уверены, что это понравится детям. Нет, я считаю, что лучше пусть приходящий будет. Потому что дети уже большие пять лет, они все равно узнают воспитателей своих. И уже праздника как такового не ощущается у них. Понять причину спешки в решении вопроса можно лишь, углубившись в весь процесс нынешнего бюджетирования. На фоне разговоров о неусыпной заботе о детской безопасности. Разговоры о финансовых отношениях более откровенны. Ну, просто надо понимать, что люди, которые приходят с концертами и осуществляют фото-видеосъемку, они все не на безвозмездной основе это делают. Правильно? Они извлекают... Сколько заведующие берут за то, чтобы оператор попал в садик? Вам сказать цифру? Ну, вот как раз... Конкретный оператор снял в садике. Вам сказать цифру? Ну, вот как раз после этого заведующие не будут брать. Как это? Будет брать детский сад. На лицевой счет детского сада будет перечисляться определенная сумма, которая пойдет на развитие материально-технической базы, на зарплату тех лиц, которые осуществляли вот эту организационную работу, и на оплату коммунальных услуг. Давайте откровенно. Мы платим дыру в бюджете. Таким образом? Нет, погодите, вы только что сказали, что раньше какие-то из руководителей брали лично себе карман с оператора, а сейчас это пойдет не в бюджет, а детскому саду. И результат такой спешной заботы в предновогодней суете в первую очередь заметили те, кто, собственно, и оплачивает банкет. Деда Мороза собирает с родителей, говорят, чтобы Дед Мороз был стоить 4 тысячи на группу. Ничего себе, не дешево. Не дешево, конечно, что-то. То есть нынче Дед Мороз подорожал? Ну, так уже это очень здорово подорожало. Зато Киров снова вошел в топы новостейных ресурсов. Решение о новых правилах спешно приняли лишь единицы регионов России. Самые заботливые единицы. И вот ведь неделя хочется поблагодарить нового главу администрации города. Он сказал таки свое слово. Думское большинство едва не продавило вопрос о продаже муниципального имущества. Еще старый состав все решил, быстренько хотели проголосовать. Илья Шульгин вник в тему. Например, он удивился, зачем продавать стратегическое предприятие по утилизации мусора. Куприт еще и прибыльное предприятие. Понятно, что кто-то лоббирует вопрос и в список неликвида муниципального как бы случайно затесываются лакомые кусочки. Не прошло пока. Глава администрации объявил тайм-аут. А вот бы все в городе решалось как бы по мановению волшебной палочки. Например, нужно освободить земельный участок и дать возможность хорошим людям построить на его месте большой дом. Не знаю даже верить ли в волшебную палочку, а вот в участки точно верю. Да, кстати, к новостям. На неделе в районе Центрального рынка случайно сгорел дом. Ну вот случайно и все. Там, наверное, скоро будет свободный для застройки участок Погорельцы. Что-то подозревают, а мы вот просто показываем. В окружении современных домов 117-й по Ленина давно не вписывался в умы и планы чиновников. Как-то случайно дом не случайный в истории Вятки не попал в список охраняемых, как историческое наследие. В список не подлежащих сносу он тоже не попал, хотя связан с историей Вятки плотно. Дом старый, да? Ну да как? Купца прозорванный. Бывший. Старее его тут нету. По планам градоначальников этот дом еще в августе должен был исчезнуть из списка жилых зданий. Проблемы возникли с собственниками. Часть согласились покинуть центр города, но большинство до последнего держали оборону. Кто уезжает, кто не хочет, кто... Давали бы деньги, так все бы давно уехали, построили. Что, их переселяют на Зеленина. А Зеленина, знаешь, где? Комментирный. На кой черт нам нужна такая хата? И что, из центра уезжать туда? Черт, на куличик. Сейчас придется уехать. Противостояние могло длиться еще долго, но утром 1 декабря вопрос о переезде был закрыт. Исторического здания больше нет. 2017 год оказался богатым на волшебство. Чуть ранее исчез исторический дом недалеко от центральной гостиницы. Потом историческое здание на Орловской. Они все волшебным образом сгорели. А кто-то думает, что все проблемы в городе от того, что он Киров, а не Вятка. На неделю снова пытались обсудить это. Но глава города Елена Ковалева намекнула не время пока об этом. Тогда давайте лучше о том, как брендировать. Хоть Киров, хоть Вятку. А вот тут, видимо, самое время. Даже целое обсуждение устроили. А мы к нему прохожих на улицах привлекли. И вот что получилось. Понятие «бренд» абстрактное. Оно призвано формировать в сознании некое эмоциональное восприятие. И в понимании брендирования города – это абстрактное и эмоционально должно нести положительные эмоции. Поэтому бренд для многих городов – это этап развития, когда уже есть некие достижения и пора двигаться дальше. И если в ноябре спросить у кировчан и тем более гостей города, что конкретно сегодня является брендом, в 99% ответов мысль повернет в одном направлении. Сколько приезжают приезжие, все говорят, что у вас и город грязный, и дороги ужасные. Так что в других городах. Да, сложные тротуары сложные, конечно. Особенно для нас, для пенсионеров. Тяжеловат. Поэтому лишний раз уж мы стараемся и на вечерке не бегать. Ни с кем не знакомиться. И еще насчет урн. Урны поставьте на всех остановках. И почему-то кажется, что если сейчас этих милых кировчанок спросить о том, нужен ли бренд Кирову, они на некоторое время перестанут улыбаться. Такой серьезный вопрос в Кирове вообще можно обсуждать крайне выборочно. Где и какой услышать ответ зависит от географического расположения опрашиваемых. Местами, где, видимо, более-менее, может, высшие органы власти ходят, но там-то более еще менее. А что от таких-то отдаленных, там вообще делать нечего. Эксперт по брендированию городов из Урюбинска с осторожностью рассказывает кировчанам, как найти тот самый бренд в Кирове и к чему быть готовым, если в неимоверных муках бренд все-таки найдется. По сути, бренд должен быть ответом на вопрос, почему именно вас выберет внешне. Не знаю, инвестор, турист, новый житель, федеральное министерство, какой-нибудь именно ваш город. Потому что Киров... Не знаю. Второй год не оставляются попытки брендировать Киров дымковскими мотивами. Городская власть меняется, а тема остается в разряде спорных. А посчитать, при скольких главах уже обсуждалось переименование города, скоро не хватит пальцев обеих рук. Вот и нынче кому-то померещилось, что новоиспеченная глава города готова рассмотреть вопрос о переименовании Кирова в Вятку. Правда, будь то в Кирове или в Вятке, идти до вокзала по тем же тротуарам. Город комфортных тротуаров, такое звание есть у большинства городов России. Мы только являемся исключением. То есть мы тут, скорее всего, не сможем стать ими. Елена Васильевна четко сказала, что вопрос о переименовании поднимать категорически сейчас не вовремя. Не то, что она сама за Киров, и во-вторых, она против дискуссии, потому что сейчас вообще не время и не место. Я как житель города наблюдаю абсолютно бессистемность. То есть появляется там условный товарищ Брам с дорогами, они кидают деньги, чтобы тушить этот пожар. Появляются дольщики обмануты, они кидают деньги туда. То есть такой системности, что вот, ребята, мы сейчас делаем так, потом и так, нет. Соответственно, с результата этой бессистемности мы сейчас едем на улицы города. Как-то не идет тема с брендом. Особенно в нынешнем ноябре есть подозрение, что не пойдет она и в декабре. Есть подозрение, что дело в чем-то другом. В разные годы Кировская область и Левятский край уже пытались брендировать соленым огурцом или кикиморой. Возможно, истина где-то рядом. Вообще, из точки зрения, что город летом и город зимой – это вообще совершенно разные бренды. Пока обсуждали осень, кончилось, и снова утки мерзнут на пруду в парке имени Кирова. Чиновникам все равно, а горожане волнуются, кормят, фотографируют и отмечают, что нынче птиц рекордное количество. О птичках напоследок выпуска. Они сами по себе тут появились, и с каждым годом вот я сейчас вижу, что их все больше и больше становится, и это меня пугает. На зиму они должны улетать, действительно. Остаются они здесь из-за наличия кормовой базы. Утка думает, что ага, никуда улетать не надо, здесь кормят хорошо. Зачем? Самое то, что плохое, люди неправильно подкармливают птиц, которые остаются здесь на зимовку. Птицы должны есть зерно. Это основной момент, который им полезен в питании. Перловка, которая стоит 15 рублей за килограмм, вполне подойдет. Хлеб в кишечнике у птицы раскисает, начинает тухнуть, вызывать бордильные процессы. Ребята, не, 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 я против! Такой мы увидели уходящую семидневку в студии работы Владислав Крысов. На следующей неделе ровно через 7 дней. Увидимся. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова